Сейчас мы едем смотреть квартиру. Эта квартира не для съема, а для покупки. Будет строиться новый жилой комплекс. Недалеко от нашего дома. Расположение хорошее. Пока стройка еще не началась. Даже здания, которые там сейчас находятся, на том участке, их не снесли. Пока ничего нет. Но открылся шоу-рум, где можно посмотреть квартиры. Говорят стоимость. И я посмотрела в интернете, выглядит шикарно. Сейчас мы едем смотреть. И я вам обязательно все покажу. Мы где-то, мы где-то, мы где-то. Сама-чина есть, шоу-рум. Субтитры сделал DimaTorzok? Нет, шоу-рум яхожу. Шоу-рум, модель ауста есть? Да. Мы уже на месте. Сейчас нам объясняют, какие вообще есть типы квартир, чем они отличаются. Также какая площадь, какие дешевле, какие дороже. Нам будут говорить в самом конце. Пока что объясняют только это. Посмотрим квартира, которая самая большая, это 85 квадратных метров. Здесь вот вход. По обеим сторонам шкафы обувные. Продолжение следует... 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 а а вот и чан сэрэга что вывы вайку и для настоящее 확장을 지금 해 놓은 상태예요 원래 확장을 안 하면 여기까지 해요 여기까지고 여기는 문절명 배란다 있는 스타일인데 지금 전체 다 확장을 해 놓은 거고요 здесь по этой линии можно возвести стену и разделить получается гостиную а здесь сделать еще одну комнату если гостиная большая не нужна здесь вот находится туалет какая красивая кухня а а а а а Это дело о том, что нужно обучать. У нас есть вот такие вещи, которые гораздо больше, чем. Это сейчас. Вот тут же есть... Да, тут тоже есть, ни разу. И вот тут, как раз, в то время. Ага. было здесь и это если я попал что-то есть Just acostumbра рано очень обучая в каком-то Добро пожаловать в Казахстан. Можна поменять цвет получается, но нужно будет доплачивать за это, мне нравится темные, вот светлые полы и темные кухни. Ну все так сделали, красиво, чтобы продать. А вот и спальня. Здесь гардеробная получается. А вот это место, это эвакуационный выход, можно будет поднять эту штучку, там будет лестница и спуститься в случае пожара. Сейчас я вам еще покажу. Ванная, это здесь получается душевая, очень просторно. Обычно в спальнях, если стоит душевая, туалет, то очень маленькое пространство, здесь прям места много. Есть даже кабинка, то есть здесь будет сухо, очень удобно. Мне нравится эта квартира, умный унитаз, как обычно. Здесь можно поставить свой телефон, подставка для телефона, пока делаешь свои дела. Мне нравится эта квартира, очень-очень классно. Давайте сейчас я похожу, пока никого нет, это вы видели в основном только спины. Вот сейчас еще раз покажу общий туалет. Тут идет ванная, довольно-таки просторная. Ванючку поставили, все так поставили, чтобы продать квартиру. Как будто здесь реально живут люди, даже тапочки, смотрите, есть. Это все открывается. Так, только я не буду трогать, не хочу разбить. Да, ну и здесь можно, получается, сделать дополнительную комнату. Вот детская. Еще раз покажу эту комнату без людей. И нам еще сказали, что если мы выберем первый этаж, то будет такое вот пространство. Здесь будет как патио, веранда, дворик. Это будет чисто наша территория. Конечно, там уже, это уже будет двор общий, но здесь будет чисто наша территория. Диванчик вот такой, я уже себе представляю. Сидящий здесь, попивающий чай, кофе. Тут даже прожектор поставили. Можно ночью фильмы смотреть. Правда, то, что первый этаж, то, что вот там вот будут люди ходить. Не знаю, как это будет выглядеть. Но все равно я бы хотела такую вот зону для отдыха. Первый этаж хорошо. А вот 25 этаж, последний 25 этаж, там еще вариант есть. Получается, называется пентхаус. И эта квартира на 25 этаже, последним, она двухэтажная. Здесь, конечно, не показано это. Здесь просто шоу-рум. Такие вот дела. Интересно, сколько она стоит. И какие условия кредита. И сколько нужно обнести первоначальный взнос. Нам это все объяснят. Получается, вот эта вся техника, которая здесь находится, она уже будет в квартире. То есть там ничего не нужно будет докупать отдельно. Духовка, плита, вытяжка, холодильник. Все это будет в нашей квартире, если мы ее купим, конечно. Вот здесь так много места. Здесь можно постирать детские вещи. Здесь газ. Объясняли до этого, что обычно газ не полезен. Поэтому его поставили отдельно. Вот эту конфорку газовую. А там вот стоит электрическая. Есть посудомощная машина. Ну, как обычная стиралка. Сушка наверху. Я влюбилась в эту квартиру. Давайте с вами сейчас погадаем, сколько она стоит. Мне кажется, что эта квартира стоит... Ну, возможно, миллион долларов. Возможно, меньше. Не знаю. Эта квартира получается 85 квадратных метров. И здесь, получается, может быть балкон, но можно, получается, добавить денежку и сделать так, чтобы балкона не было и было вот места побольше. Я считаю, что балкон не нужен. Чтобы было более просторно. И так во всех комнатах. Все комнаты будут больше, если не будет балкона. Мне нравится. Вот проект. Я вам чуть позже его покажу. Сейчас мы идем смотреть. Квартиру поменьше. Эта квартира 59 квадратных метров, но почти 60. Получается, на три квадрата меньше, чем сейчас квартира, в которой мы живем. Наша квартира, в которой мы живем, 63 квадратных метра. Да, здесь обувные шкафы. Остальные дома. Акады Пентрины, которые там поиск… Команда standards, хорошие места. Метро. Остальные места для их хозяйства. Я люблю эту комнату. Команду. Очень, в общем, это время. Вода 좋은 места для хозяйства. Мне нравится эта комната. Парконе. Вода. Меньше, да, очень поменьше, чем в прошлой квартире. Но тоже ванна достаточно широкая. А, вот так вот открывается, оказывается. Внутри даже розетка есть. Так, сейчас сделаю пошире, чтобы лучше был обзор. Детская комната. Вот, тоже такие же шкафы, как в прошлой квартире. Вот так красиво все сделали. Вот так вот, этот дизайн. Ммм, очень хорошо. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Да, получается. Если будет балкон, то эта комната будет совсем маленькая. Так что, я считаю, что балкона не должно быть. Чтобы комната была побольше. В каждой комнате есть бойлер. Можно выключать, включать полы. Так как в Корее отопление идет от пола. Пол всегда теплый в зимний период. Так. Гостиная. Опять же, здесь можно возвести стены и сделать еще одну комнату. Конечно же, гостиная станет меньше, но зато появится еще одна комната. Кухня. Кухня. Да, поменьше выглядит, чем в прошлой квартире. Но тоже есть холодильник. Тут также есть холодильник для вина. А вот телевизор, кстати, про телевизор хотел рассказать. Вы можете мыть посуду, смотреть телевизор и даже по камерам проверять, что ваши дети делают на детской площадке. Считаю, что это очень удобно. Также большая раковина. Здесь получается только электрическая плита, газовая плита нет, но зато есть духовка. И вот здесь вот комната постирочная поменьше, но также есть стиралка, сушка раковином, но без газовой плиты. Да, мне нравится. Тоже красивая, но намного меньше. Интересно, холодильник рабочий. Да, работает. Ничего себе, тут даже есть продукты. Открывается очень легко, очень легкая дверь. И вот еще одна комната, это спальня. Спальня здесь получается гардеробная. И вот еще есть, тут еще есть одна комната. которым можно использовать как офис но также можно сделать еще одну комнату допустим детскую комнату для третьего малыша если ребенок совсем маленький также эвакуационный выход а здесь тоже есть помещение еще один вот как выглядит закрытым видео и здесь опять же если это первый этаж то есть выход на собственную террасу то есть она будет не такая вот широкая а длинная но узкая зато можно будет поставить стол гриль вот стоит наглядно можно жарить мяско кушать мне нравится я в расторге тут вход уже только через спальню а вот ванну есть душевая стоит также кабинка есть тоже довольно таки широкая раковина умный унитаз в общем как и в той квартире здесь получится 1 комната 2 комната и можете сделать третью комнату то есть это может быть трехкомнатная квартира а прошлый который мы смотрели она трехкомнатная но там ее можно получается сделать четырехкомнатную мне очень нравится это пространство для хранения сейчас нам будет объяснять сколько это все стоит какие есть условия кредита рассрочки а вот это получается другие аппараты которые уже сданы построены или которые будут сдаваться это все от этого застройщика планировка жилого комплекса много домов будут садики здесь парковка будет площадки детские вот здесь будет метро который еще не открылась но откроется также под вот да тут получается вот на картинке показывает какие метро будут много будет метро рядом вот садик будет а это станция щелим йог станция щелим где я раньше жила много домов будет также подземная парковка так здесь дорога 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 танкок йог это уже другая ветка тоже метро я пруду рим чон где я часто гуляю все здания жилые они будут 25 этажей какой-то комьюнити тут будет синтепан йог но и он уже есть тоже вторая зеленая ветка все так детально показано еще площадка детская ну вот мы вернулись к тому прудику также будут спортивные площадки здорово получается седьмая ветка метро вторая ветка метро бирюзовая которая еще непонятно когда достроится и синяя ветка первая которая уже давно существует и вот синем показано где на будет находиться эти аппараты вот нам объяснили 25 этаж последний и вот крыша это терраса то есть это будет пентхаусы и получается всего жилых домов будет 34 получается в каждом доме будут такие вот пентхаусы цена на них конечно пока еще не говорили но думаю будет бешеные итак мы уже дома домой мы вернулись не с пустыми руками нам дали подарочки за то что мы посмотрели квартиры здесь получается пять упаковок рамена салфетки и брошюр там дали два набора думаю сейчас вам всем интересна стоимость этих квартир начну самой дешевой цена начинается от 400 миллионов вон это первый этаж квартира квадратура 60 квадратных метров с балконом так как если убирать балкон то за это нужно будет доплачивать цена за расширение разное я не стала в это вникать подробнее так как много от чего зависит стоимость расширения следующая квартира 85 квадратных метров это первый этаж и стоимость квартиры на первом этаже 85 квадратов 600 миллионов вон и это квартира с балконом также если расширять квадратура увеличивается там доходит кажется до 110 квадратных метров и также доплата разная за расширение квартиры следующая квартира который нам понравилось это получается квартира 60 квадратных метров находится на 25 этаже то есть это пентхаус двухэтажная квартира второй этаж там получается около 30 квадратных метров и есть еще терраса мы просто влюбились в эту квартиру и эта квартира стоит 700 миллионов вон вонах там получается на 25 этаже всего три квартиры с террасами идут но эти все террасы они между собой перекрыты ограждением так что ты видишь соседей и я уточнила про безопасность возможно ли выпасть с этой террасы но сказали что нет даже взрослому человеку придется приложить усилия чтобы перелезть через это ограждение чтобы свалиться вниз не дай бог конечно для меня безопасность детей и наша безопасность на первом месте так что я обязательно это уточнила идем дальше самая дорогая квартира стоит миллиард вон это квартира на 25 этаже 85 квадратных метров идет получается первый этаж и второй этаж я точно не помню сколько там квадратных метров но он тоже большой вот цены за эти квартиры как вы думаете это доступно дорого а может для кого-то это дешево кто-то может там купить такие квартиры не в кредит в кредит можно взять только 80 процентов 20 процентов от стоимости нужно внести самим но там получается то что нам объясняли предоплата идет чтобы стать дольщиком квартиры будут сданы через пять лет этот жилой комплекс чтобы стать дольщиком нужно внести 85 миллионов вон это 5 миллионов рублей и через полгода нужно будет еще внести два с половиной миллиона рублей то есть грубо говоря семь с половиной миллионов рублей ты вносишь чтобы стать дольщиком и все остальное там получается можно взять в кредит это распространяется на все квартиры на любой этаж любую квадратуру сначала нужно внести семь с половиной миллионов проблем, всю остальную сумму можно взять в банке, в кредит. Так что вот, надеюсь, что вам было интересно, вы узнали о том, сколько стоят квартиры в Сеуле, район это Гванакум. На этом с вами прощаюсь, увидимся с вами в следующем видео.